Жуткую видеозапись на просторах интернета полицейские обнаружили в ходе мониторинга материалов. Парни связали коту лапы скотчем и привязали к животу мощную петарду. Затем один из них поджег фитиль. Животное погибло. Третий участник расправы снимал все происходившее на видеокамеру. Предположительно, расправа над котом произошла в Рязанской области. Полицейские начали проверку. Вскоре установили, что к жестокой расправе над животным причастны трое жителей села Выжгород Рязанского района. Сотрудники полиции разыскали этих парней. В ходе проверки выяснилось, что убийство кота было произведено летом 2005 года. Трое жителей Выжгорода, старшему из них 38 лет, остальным 29 и 28 лет, сняли это видео еще в 2005 году. За это время приятели-живодеры уже не раз попадали в поле зрения правоохранительных органов. В 2007 году старший из парней был судим за кражу, а его приятели в 2008 году были осуждены за разбойное нападение. Не мудрено, что жестокой инквизиции над котом задержанные вспомнить не смогли. Ты мне скажи, что вообще, как дело произошло? Ну, это было давно, честно говоря, даже сейчас до конца не вспомню. Ну так, хотя бы вот. 12 лет назад, вы сами понимаете, что никак вообще не вспомнил. Ты ранее судимый? Да. А по статьям? 162-2. А ты в полиции вообще за что оказался? Ну, задержали, якобы применяли насильственные действия по отношению животных. Угу. А это вообще давно было? Это было давно очень. 12 лет приблизительно, может быть больше. Угу. А где это вообще происходило? Где ты был на Ивановке? Рязанской области, села Выжгород. Угу. Однако сотрудники полиции не смогут наказать живодеров, взорвавших кота. Срок давности для подобного рода деяний составляет всего два года. И к настоящему моменту уже истек. А задержанные, отпущенные на свободу. Ведущий автор программы «Диалоги о животных» Иван Затевахин предложил наказать взорвавших кота рязанцев долгими реальными сроками. Об этом он рассказал в интервью газете «Культура». Он отметил, что в США за жестокое обращение с животными выносят приговоры до 20 лет лишения свободы. В Китае подобное карается смертной казнью. В настоящее время комитет Госдумы по природным ресурсам, природопользованию и экологии активизировал работу по ужесточению наказания за издевательство над животными. Остро отреагировала и общественность. В интернете появилась петиция с требованием наказать рязанцев взорвавших кота. К настоящему моменту ее подписали уже около 20 тысяч человек.